Здравствуйте! В эфире Юнивер Ньюз, программа о новостях Казанского Федерального Университета и студенческой жизни. С вами Алия Садыкова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Год змеи официально настал. Как студенты встретили праздник по восточному календарю. Самые актуальные вопросы образования представители Рособоронадзора посетили Казанский Федеральный Университет. История, о которых может рассказать простой карандаш. Съемочная группа Универ Ньюз посетила интересную выставку. Праздник весны или китайский Новый год встретили студенты Казанского Федерального. Чем он отличается от русского Нового года и какие традиции обязательны при его праздновании, расскажет Алина Хангареева. Редкие музыкальные инструменты, необычные костюмы, теплый прием и дружественная атмосфера в зале. Все это первый фестиваль Китайского Нового года в Казанском Университете. Во всем мире это Новый год, это самый большой праздник для народа. А китайский Новый год, это самый большой праздник для китайцев. Студенты поразили публику колоритными номерами. К примеру, Виктор Кун играет на редком национальном инструменте – холусу. Танец влюбленной бабочки, пекинская опера, композиция «Святость». Эти номера особенно поразили восторженную публику. Китайский Новый год отмечается позже общепринятого. Дата проведения определяется лунными фазами. В этом году он состоялся 10 февраля. Именно в этот день на смену пушистому кролику придет змея, символизирующая мудрость и бессмертие. Это праздник у них, праздник весны, на самом-то деле. То есть, если у нас зимой, то у них праздник весны, и как бы это получается более логически, что это возрождение жизни новой. Праздник, собственно, возрождение новой жизни природы, людей, в общем, вот всего, всей вселенной. Китайский и русский Новый год объединяет многое. Пышные празднования, салюты и вкусные угощения. Танцевать и покушать много, приглашать друзьям, гости. Мы готовы жареные курицы, варить курицы, жарить рыбу и туф, китайский традиционный туф. Что это такое? Туф? Это типа соевый творог. Перемень – это самое главное. Потом еще рыба, гульца. Важно отметить, что в этот вечер произошло историческое событие – открытие Союза китайских студентов в университете. По словам гостей, праздник вечер удался на славу. Надеемся, празднование китайского Нового года в университете станет доброй традицией. Алина Хангареев, Леонард Влетьяров, специально для ЮРНьюз. 5 февраля состоялась встреча руководителей основных структурных подразделений КФУ ректоров вузов Республики Татарстан, заместителем руководителей Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Татьяны Бархатовой и заместителем начальника управления оценки качества образования Рособорнадзора Мариной Лукьяновой. О том, как прошла встреча, в нашем следующем сюжете. Рособорнадзор. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Для руководителей вузов нашей республики не страшная сказка, а партнеры, благодаря которому уровень образования в республике выше и выше. Поэтому в рамках визита столичных гостей состоялась экскурсия по университету и АйТи-лицею. А какой предмет вам больше всего нравится? Математик. Основная цель приезда Татьяны Бархатовой и Марины Лукьяновой – это беседа с ректорами вузов РТ и структурных подразделений КФУ. Она состоялась в форме живого диалога, в котором была подчеркнута необходимость сотрудничества. Совет ректоров общественного государственного структура, который на самом деле может здесь быть полезным для вас и для всех. От конкуренции, совместной работы по повышению качества образования. Были подняты самые актуальные темы – от нормативных документов и нововведений в законодательстве до дистанционного обучения. Каких специалистов можно воспитывать удаленно и как это регламентировано. Особый интерес вызвали вопросы системы оценки высшего образования, международного образования и курсов повышения квалификации. Ведь в наши дни востребовано многопрофильное образование. С февраля этого года изменились правила приема вуза и поэтому, как никогда важно, урегулировать эти вопросы законодательной точки зрения. Мы, в принципе, должны быть в законе. Это большая просьба к вам, потому что я очень уважаю профессиональное образование в Татарстане. И я думаю, что в этом плане вы, нас, Рособорнадзор и ваших учредителей, мы подведете. Мы эту приемную компанию проведем с нами просто замечательно. Во время встречи ни один вопрос не остался по вишам в воздухе. Были определены пути дальнейшей работы и принято решение, что вузы и Рособорнадзор вместе смогли сделать образование и поступление на еще более высоком и комфортном уровне. Большое спасибо за такую дискуссию, за приезд, за акцент нашей работы. Все-таки, в целом, по нашим университетам, по нашим учебным заведениям, претворительно сказать, что в целом неплохо, но стремиться к лучшему себе есть. Евгения Шевченко, Руслан Юсупов, Алексей Игнатьюк. Специально для Универньюс. С начала этого года в Казанском федеральном университете проходит конференция трудовых коллективов, институтов и факультетов. 5 февраля конференция собрала трудовой коллектив Института фундаментальной медицины и биологии, который посетил ректор нашего университета Ильшат Гафуров. На встрече директора Института Андрей Киясов рассказал о результатах работы за 2012 год, а также об открытии магистрских программ, достижениях и перспективах развития Института. Особое внимание было уделено результатам сотрудничества Института с предприятиями города Казани. Заключен договор с частностью экологической поликлиники Базина, там где будут учиться стоматологи. У нас заключен договор о безвозмездном использовании также помещений, статким фармпрепаратами, это для направления фармацевтия. Ну и буквально в последние 2-3 недели решен вопрос, и нашей клинической базой Казанского федерального университета будет Республиканская клиническая больница Дмамя Кутула. Один из лучших педагогов-гуманистов нашего времени Шалва Монашвили посетил Казанский университет в этот вторник. Профессор поведал студентам секреты того, как стать хорошим учителем. Шалва Монашвили – это знаковая фигура прошлого и нынешнего столетия. Человек не только российского, но и мирового масштаба, создатель уникальных подходов работы с детьми. Он впервые приехал в Казанский университет с целью рассказать студентам и преподавателям о педагогике с гуманной точки зрения. Главное, чтобы студенты поняли, что в основе гуманной педагогики лежит понятие духовности. Речь идет не о гуманности вообще, а о духовной гуманности. Это особое понятие и рождает другое понимание ценностей в этой педагогике, другие подходы к детям, методы другие должны уже быть. Учительское сознание меняется радикально. Вот об этом расскажу. Цель семинара – научить преподавателей и студентов видеть в каждом ученике самое лучшее, раскрыть в нем потенциал научный и творческий. Главное в образовании – это создавать образы ребенка. Вот ему вкладываешь образ его лучшего. И вот этот образ ребенка его лучшего, каким он будет, он его и вытягивает из его чьих состояний и делает лучшим. Но это уже искусство. По словам Шалва Александровича, настоящий учитель должен уметь поставить себя на место ребенка. Обязан быть порядочным человеком, приобщенным к общечеловеческим ценностям. Этому он и пытается научить в своих семинарах. Он обучает учителей человечности и умению ценить эту человечность, умению открывать и любить детей. На этой встрече сотрудничество с университетом не заканчивается. В мае в Институте педагогики и психологии будут проходить мастер-классы и семинары. В них Шалва Александрович примет активное участие. Алина Хангареева, Алексей Игнатьюк, специально для Юнивер Ньюс. В течение трех воскресных дней набережный Челнинский филиал Казанского университета проводил предметные олимпиады для старшеклассников. В этом году, проверяя свои знания, прошли более 350 школьников. Смотрите репортаж наших коллег. Тесты, сочинения, творческие задания. Организаторы олимпиады постарались использовать различный проверочный материал. Для одних нынешняя олимпиада – проба собственных сил, для других – последняя проверка своих знаний перед сдачей ЕГЭ и поступлением в ВУЗ. Пришла на эту олимпиаду в первый раз, чтобы проверить свои знания английского. Мне эта олимпиада очень понравилась, хорошая организация и интересные задания. Я решила участвовать в олимпиаде, потому что для меня, прежде всего, это была проверка своих знаний. Я хотела узнать, какие у меня есть способности для того, чтобы поступить в факультет журналистики. Очень рада, что один из самых престижных вузов Татарстана дает возможность выпускникам попробовать себя еще до сдачи вступительных экзаменов. По итогам всех предметных олимпиад будут определены призеры и победители, имена которых станут известны 10 февраля на Дне открытых дверей филиала. Институт педагогии и психологии был создан чуть более года назад. За это время он превратился в качественное структурное подразделение, где обучается около 2000 студентов. Подробнее об этом расскажет Алина Хангареева. В далеком 1812 году в Казанском операторском университете был открыт педагогический институт, который готовил учителей для гимназий и училищ. С течением столетий он стал называться Институтом педагогики и психологии КФУ. Времена меняются, а качественное фундаментальное образование, которое получают студенты, остается неизменным. Из многих университетов или институтов я выбрала именно Казанский федеральный университет, институт психологии и педагогики. Как бы это было моей целью уже с детства стать психологой. В 9 классе я вообще хотела стать врачом, но потом у меня так жизнь поменялась, и я захотела быть психологом или социальным педагогом. И тут как раз появилась такая возможность в этом, или именно в Казанском федеральном университете появилась такая специальность. Для кого-то это наука, а для меня это просто возможность узнать больше себя и окружающих людей. В институте действуют научные кружки, студенческая академия наук, клубы по интересам, союз психологов. Студенты уже с первого курса приобщаются к работе в коллективе, учатся работать с детьми. Многие из них состоят в международном корчаковском обществе, цель которого помогает нуждающимся. Януш Корчик – выдающийся польский педагог-гуманист, который в 1942 году героически погиб со своими воспитанниками. Фашисты обрекли детей на смерть, плагируя уничтожение Треблинка. Корчик был директором двух детских домов, где он создал уникальную воспитательную систему, в которой реализовывал свои педагогические идеи. Цель общества не только в том, чтобы заниматься волонтерской добровольческой деятельностью, но еще в том, чтобы воспитывать души, духовно формировать будущих педагогов и будущих родителей. Окончив университет, специалисты смогут работать с педагогами в школах, психологами, логопедами и воспитателями в образовательных учреждениях. Сейчас в институте высшее образование получают около 2000 студентов, работают более 150 высококвалифицированных преподавателей. 20 лет назад я выбрал профессию учителя и нисколько не расстроился, потому что работать с детьми, учить детей – это великое дело, это очень интересно, очень благодарно. И я думаю, учитель – это та фигура в жизни нашего общества, которая во многом определяет всю нашу жизнь. Профессия педагога была и будет одной из важнейших в обществе. Именно от него, от его усилий зависит будущее наших детей, наше будущее. Работа с детьми, она очень и очень благодарна. Я думаю, все, кто приходят в эту профессию, те, кто ее любит, они в профессии не изменяют никогда. Алина Хангареева, Ленарда Влитсиару, специально для Юнивер Ньюс. Новая выставка про карандаш открылась в зале графики Музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Посетить ее успел наш корреспондент. Экспозиция раскрывает некоторые секреты самой распространенной техники графического искусства – рисунка графитным карандашом. В многочисленных станковых листах и подготовительных набросках, сложных композициях и натурных зарисовках художники демонстрируют искусное владение знакомым всем с детства карандашом. Красоту и изысканность этой техники. Задачи были поставлены. Обратить внимание на очень простой, но очень интересный материал, как графитный карандаш. Техника просто безгранична. Там и жесткость, и мягкость есть. Это отчасти показывает и эта выставка. В выставке принимают участие авторы более сотни оригинальных произведений. Художники неформального творческого объединения «Казанский графком», а также знаменитый невозвращенец Николай Дронников, который более 40 лет живет и работает в Париже. Народ привыкает к тому, что здесь происходит. Народ идет, очень радует книгу отзывов. Я каждый раз стараюсь прочитать замечательные отзывы и от профессионалов, и от студентов художественных учебных заведений, и от просто посетителей. Посетители выставки могут не только насладиться изысками техники графического карандаша в работах мастеров, но и сами попробовать свои силы, взяв в руки карандаш и создав рисунок, который впоследствии также может стать частью экспозиции. Марта Луканина, Александр Муравьев, специально для Юнивер Ньюз. С вами были новости Казанского федерального университета. Смотрите нас на сайте universмотри.ru. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!